С одной стороны оторвало, с другой стороны оторвало. Снеговой нагрузки на этот соединитель... Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер, меня зовут Рыбаков Павел. В этом году было очень много снега, была снежная зима, и у тех домовладельцев, у которых не были установлены снегодержатели, у многих посносило водосточную систему. Сейчас я еду на объект, на котором произошла такая ситуация. Там частичная водосточная система осталась, мы ее будем демонтировать, устанавливать новую пластиковую. И для того, чтобы у клиента уже была 100% гарантия, мы будем устанавливать снегодержатели в каких-то местах в один ряд, в каких-то местах в два ряда. В общем, сейчас приедем и все вам покажем. Здесь мы установили водосточную систему Дёки. Уклоны мы сделали по старым кронштейнам, которые здесь стояли. На длину желоба 9 метров у нас получилось в районе 2,7-3 см. То есть это соответствует инструкции по монтажу компании Дёки. Расстояние между кронштейнами мы сделали 50 см. И где соединители желобов, у нас расстояние от центра соединителя до крюка 10 см. В избежание снеговой нагрузки на этот соединитель, чтобы вот эта часть была максимально крепкой. Что можно сказать про установку снегодержателя? Если посмотреть на эту кролю, то длина ската здесь 6 метров. Мы установили здесь два ряда. Первый ряд мы установили над одной несущей стеной. Второй ряд снегодержателя мы установили над другой несущей стеной. Таким образом мы избежим лавинового схода снега. Здесь у соседа забор и также здесь будет водосточная система. Чтобы забор не снесло, водосточную систему не снесло, мы решили установить два ряда снегодержателя. Иногда бывает такое, что человек экономит, А может быть, он просто не знает, что если длинный скат, например, вот так вот, как 6 метров, он устанавливает всего лишь один ряд снегодержателей, то его можно снести. То есть наверху может образоваться такое количество снега, что он потом будет сходить, и вот этот один ряд снегодержателей просто с этим не справится. Поэтому, если у вас скат в кровле 6 метров и более, мы рекомендуем устанавливать два ряда. Обратите внимание, вот он, соседский дом, тут длина скат, наверное, в районе 10 метров, и снегодержатели, вот видно, что с одной стороны оторвало, с другой стороны оторвало. Вот для того, чтобы этого не было, мы рекомендуем устанавливать два ряда снегодержателей. Длина у нас вот такого трубчатого снегодержателя 3 метра, то есть ширина крыши у нас 9 метров. Чтобы закрыть всю эту ширину, необходимо использовать три снегодержателя. Еще можно сказать про эти снегодержатели, что здесь используется овальная трубка, бывает снегодержатель с круглой трубкой, бывает с овальной трубкой. Более практично использовать снегодержатель с овальной трубкой, почему? Потому что ребро жесткости не дает снегу согнуть трубку, потому что у круглых снегодержателей нет у этого ребра жесткости, и бывают такие моменты, когда слишком большое количество снега может эту трубку согнуть.